МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Все заканчивается. Еще вчера тебе казалось, что ты влюблен и счастлив. Что это будет длиться вечно. И тут... Ты понимаешь, что больше ничего нет. Ни любви, ни счастья. Ни даже надежды на то, что все еще можно как-то исправить. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Доброе утро, мам. Доброе. Какие прикольные. Может, тебе отвертку принести? Нет, спасибо. Поешь лучше. Мюсли на полке, молоко в холодильнике. Доброе утро. Откуда они у тебя? Подарили. Садись завтракать. Чего ты их там ковыряла? Изучаю раритет. У нас пацан есть в классе. Так он сам часоворот сделал. Представляешь? Часоворот? Ну, ты и темная, мам. Гарри Поттер просто разобрал механизм, пружину перевернул и стрелки переставил, чтобы они шли в обратную сторону. Подожди, а разве это возможно? Переставить стрелки, чтобы они сначала шли в одну сторону, а потом в обратную. А надо? Не знаю. Давай завтракай. В школу опоздаешь. А ты на работу не. А я на работу. А я на работу. Папа, смотри, как не умею. Витька, иди сюда. Папа. Папа. Ты что делал? Гулял. А ты завтракал? Завтракал. А что кушал? Бутерброд. Бутерброд. Один. А что ты не бывал? Забыл. Ну, вот еще дела какие. Забыл. Поехали. Где Витя? Витя. Витя. Беги-беги. Давай, давай. Я приду. Доброе утро. Папа. Беги-беги. Папа. Иди, иди. Папа. Папа. Я приду сегодня. Ты слышишь? Папа. Доброе утро, Максим. Доброе утро, Анна. Скажите, вы будете сегодня в суде? Да, я сама привезу результаты независимой экспертизы. Они вот-вот будут готовы, у меня как раз по дороге. Кстати, я говорила с адвокатом. Он уверен, что суд будет на вашей стороне. Он уверен. Максим, я вас прошу, держите себя в руках. До встречи. Привет. Что ищешь? Свидетельство о рождении. Мне на турнир надо. Ты в школу не обождаешь? Да вы с мамой даже разговариваете одинаковыми словами. И зачем вы разводитесь? Ну, ты знаешь, Егор, все не так просто. Ладно, беги в школу. Я найду свидетельство и привезу тебя на тренировку. Правда? Он уже сказал, значит, привезу. Ладно. Ну, тогда я пошел. Тут так душно. Я включу Кондеева, не против? Нейтрализует излучение. И вы это не верите, да? Нет. В такие вещи я не верю. Так, всем привет. Приветчики. Бронская есть? Ей еще нет. Бронская во-первых, не опаздывает, она задерживается. Так, Андрей, ты мне сегодня нужен. Едем снимать ремонт. С Бронской я уже согласовал. Коммерческий проект. Без проблем. У вас сколько? Ну, сейчас почту гляну, кофейку глотну, и поедем. А давай я за тобой поухаживаю. Ну, да, давай. Пожалуйста. Какой ты там, говоришь, у нас ремонт? Да, так у нас. В моей квартире. Ну, на благо всей редакции. Ой, Микеланджело, у меня девочка знакомая. Клим-то такие панели стояла. Кстати, недорого. Танюш, мы с Витькой на воздухе погуляем. Ну, что ему в суде делать? Ну, так всегда. Твоя вечная страусиная позиция – голову в песок. А речь идет о смерти нашей дочери. Таня. Всем привет. Андрей, я сейчас просмотрю почту, и поедем с тобой в суд. Так какой суд? А Андрей сегодня мой. Может, кофе? Спасибо. Олег, я уже два месяца веду эту тему. Максим Рогов попал в беду, ему нужна поддержка. А газете нужны деньги. Вообще, кто-нибудь помнит, кто это такой Максим Рогов? Я не знаю никакого Максима Рогова. Он когда на ринг в последний раз выходил. Слушай, при чем здесь это? Невинный человек может попасть за решетку. Или для тебя что? Джинса важнее, правда? Анечка, это не джинса, это отличный заказ, это, подожди, пожалуйста, это целый разворот, две полосы по максимальной ставке, ты хоть знаешь какой крови мне стоило это для нас выбить, я квартиру свою не поезжаю, уйди, пожалуйста. Олег, мне сегодня в суде нужен фотограф, кровь из носа. Слушайте, кто-нибудь мне может объяснить, а, почему из-за какой-то маниакальной жалости этой женщины к преступникам должна страдать родная газета? Подожди, стоп, Максим, не преступник. Я веду журналистское расследование, я заказала независимую экспертизу. Андрей. Так, я сказал, Литвин сегодня мой. Брэк. Доброе утро. Доброе утро. Доброе утро. Ева Витальевна. Ева Витальевна, мы же с вами все согласовали. Посмотрите, люди едут, а наша звезда Громова, ну, как обычная, понимаете? Слышно. Анна, во сколько начало заседания суда? В одиннадцать. Так, сейчас десять ноль пять. Значит, Андрей, едите к Базилевичу, снимайте начало процесса ремонта, потом в суд снимайте начало процесса суда, после окончания суда возвращайтесь к Базилевичу и снимайте репортаж о ремонте. Всем все ясно? Спасибо. Удачного всем дня. Спасибо. Гениально. Поехали. Таким образом, болезнь жены поставила крест на вашей спортивной карьере. Протестую, Ваша честь. Некорректная постановка вопроса. Протест отклонен. Подсудимый, отвечайте. Я об этом не думал. Я хотел вылечить Соню. Мы обращались к врачам. Я возил ее в клиники, по санаториям. Прогнозы, согласно медицинским заключениям, были неутешительны. Полный паралич в ближайшем будущем. А мы надеялись на лучшее и верили в ее выздоровление. А ее смерть развязывала вам руки. Правда? Вы же еще так молоды. Вы в прекрасной спортивной форме. Протестую. Прекратите нести чушь. Максим Игоревич. Подсудимый, еще одно слово. Я буду вынуждена вывести вас из зала. Я любил свою жену. Я верил, что удастся поставить ее на ноги. Варька, да у нее ветер в голове. А этот, Жененька, он на посылках у Бронской. А она? Громова? Угу. Нет, ну она хорош, конечно, журналист. Слушай, она такая взбалношная баба. Мама, не горюй. Я понял, Олег. Буду держаться тебе. Ну да. Угу. Ты, конечно, такой фотограф, видел твой материал из горячих точек. Плеск. У нас теперь, что не материал будет, то бомба. Все первые полосы будут наши. Олег, 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 смотри. Ой, ой, ой. Да, 24 часа. Его нет. Алло, здрасте. Это Анна Громова. Готовы экспертизы по делу Рогова? Отлично, спасибо. Где? Да, и еще. Я хотела бы, чтобы вы посмотрели часы. Вы же раньше занимались этим периодом, да? Они выглядят как старинные, но вполне возможно, чтобы подделка. Посмотрите. Спасибо. Я скоро выезжаю. До встречи. В тот день, буквально за полчаса до пожара, я позвонила Соне. Хотела погулять с Витюшей. Трубку взял Максим. Вы звонили на мобильный телефон? Соня спала. Подсудимый, уважаете суд, и свидетельницы отвечаете. Да, на мобильный. Максим сказал, что моя дочь Якову спит, и что он сам погуляет с ребенком. Теперь я понимаю, что таким образом мой зять обеспечивал себе алиби. Да какое алиби? Протестую. Протестую, Ваша честь. Суд интересует факты, а не какие-то домыслы. Протест принят. Я просто хотел погулять с сыном. Подсудимый, еще одно слово я буду вынуждена вывести вас из зала. Катюша, а факты есть. О, тут про твоего Рогова пишут. Сегодня состоится суд над Максимом Роговым. Ях чемпионом Европы по боксу. Его обвиняют в убийстве жены. Сколько раз я говорю, что это неправда? Ну а с чего ты так решила? Потому что я знаю их семью, я знаю Максима и Соню. 24 часа. А его еще нет. Иди посмотри, я делала очерк об этой семье, когда Максим стал чемпионом Европы. Замечательная семья. Просто случилось несчастье через год. Соня тяжело заболела. Рассеянный склероз. Максим вынужден был покинуть большой спорт, чтобы ухаживать за женой. Средить за ребенком. А почему ты еще не в суде? Он же в 10 начался. Нет, в 11. Сейчас проверю. В 10. В 10? Заседание перенесли? Черт, почему никто не сказал? Звони коммунальщикам. Быстро. Да, Филипп. Аня, почему в нашем доме никогда ничего нельзя найти? Что ты потерял на этот раз? Не я, а ты. Наш сын едет на соревнования, ему срочно нужно свидетельство о рождении, а его нигде нет. Я вообще не понимаю, почему это волнует? Ну, во-первых, давай без прокурорского тона, а во-вторых, свидетельство о рождении Егора у него на столе в комнате. Он снимал ксерокопию. Пока. Подсудимый, вам знакома Сомова Мария Николаевна? Да, это наша соседка из квартиры напротив. Она вызвала пожарных, когда почувствовала запах гари. По состоянию здоровья не может присутствовать в суде, но у нас есть ее письменные показания. Гражданка Сомова видела, что ребенок некоторое время находился один на лестничной площадке. Как вы это объясните? Как? Пока я одевался. Или готовили поджог. КОНЕЦ А вы, вы старика здесь не видели? КОНЕЦ Для того, чтобы разбрызгать в комнате горючее вещество и зажечь фитиль, достаточно нескольких секунд. Ваша честь, мы ждем результатов независимой экспертизы. Я ничего не поджигал. Соня спала. Я пошел гулять с сыном. Ты бессовестно лжешь! Добрый день, Павел Петрович. Можно? Анечка, здравствуйте, здравствуйте. Очень рад вас видеть. Сейчас найдем ваши результаты. Сделал в первую очередь, как только вернулся из отпуска. Вы что-то пробитесь? Да. Заседание суда перенесли на час раньше, и я уже безнадежно опаздываю. Понимаю, понимаю. Сейчас, одну секундочку. Да, кстати, а как поживают ваши часики? Принесли? А, да-да, сейчас. Ну вот, прошу. Спасибо. Я бегу в суд. Вот часы. Я вам позвоню. До свидания. До свидания. Ваша честь, обнаружились новые материалы. Подсудимый, скажите, вы знали, что жизнь вашей жены была застрахована? Да, конечно. Мы с женой вместе застраховались вскоре после свадьбы на 10 лет. С какой целью? Хотели много путешествовать. Почему же вы не воспользовались ею для лечения жены? Не страховой случай. Очень жаль, правда? Да. Очень. А вот смерть уже страховой случай. Сумма страховки составляет 10 миллионов рублей. Ваша честь, прошу приобщить страховой полис к материалам дела. Я думаю, уважаемому суду теперь все ясно? Что же вы мне не сказали о страховке? Я вижу, вам здесь все ясно. Максим, вы... А я Соню не убивал! Подсудимый! Вам выносится последнее предупреждение. Ваша честь, разрешите сделать небольшой перерыв заседания. Ну что ж, по просьбе стороны защиты объявляется перерыв пять минут. Спасибо. Не, значит, я сейчас сделаю звонок и вернусь. Успокойтесь, пока. Анна Сергеевна, у нас проблемы. Всплыла страховка на крупную сумму. Да. А Максим мне ничего о ней не рассказывал. Вы уже едете сюда с результатами экспертизы? Да, я все вернусь. И что там вкратце? Софья Рогова умерла в результате отравления токсичным веществом. Здесь формулы в целую страницу. Токсические вещества? Да, я думаю, что это основной вывод. Это нам никак не поможет. Я скоро буду, я уже подъезжаю. Субтитры подогнал «Симон» Это крайне непрофессионально. Вы представляете, сколько стоит час работы ведущего журналиста лучшей городской газеты? И фотокорреспондента с мировым именем. У вас есть полчаса, все. Представляешь, они не успели изменить сгоревшую панель. Я понял. Работнички. Но у нас есть время, чтобы выпить отличного кофе. Я сейчас тебя отвезу в волшебное место. Не, Олег, спасибо, кофе пить не буду. Ты меня к суду отвези. А потом решишь свои проблемы и заберешь. Прошу всех занять свои места. Заседание продолжается. Сторона защиты. Вы хотите сделать заявление? Деньги не могут быть мотивом. Мой подзащитный не затребовал выплату по страховке. Более того... Я предоставляю слово государственному обвинителю, пожалуйста. Ты как всегда, вовремя. Заседание принесли на действие, я не знала. Очевидно, что действия подсудимого полностью подпадают под определение статьи 105 Уголовного кодекса Российской Федерации. Убийство. То есть умышленное причинение смерти другому человеку с отягчающими обстоятельствами по пункту В. Таким образом, обвинение просит для подсудимого Рогова Максима Игоревича, 1982 года рождения, 15 лет заключения в колонии строгого режима. Я хочу видеть сына. Боюсь, что в нашем случае это невозможно. Я должен сказать ему, что я не виновен. Чтобы он запомнил. Ты никогда его больше не увидишь. Суд удаляется на совещание. Даже, но... Так нельзя! Ну вы же не можете! Максимович, вы не имеете права! Это же миссия! Нет, не знаю, Максимович! Ну, за руку! Успокойно! ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА КОНЕЦ 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 Всем привет. Андрей, мы сейчас поедем в суд. Доброе утро. Стоп, стоп. Какой суд? Нет, Андрей сегодня не мой. Твой ремонт подождет. А Максиму Рогову срочно можно на помощь. А газете нужны деньги. Я не понял, а почему это Бронская тебе все рассказывает? Это мое расследование. Это наша прибыль. Олег, ты журналист или рекламный агент? А ты журналист и адвокат. Максим Рогов ни в чем не виноват. А его жена умерла не в результате удушья пожара, как написали судмедэксперты. Она умерла в результате отравления высокотоксичными веществами. Ну? И что это меняет? Тут сгорело, образовались вот эти вещества. Она именно дышалась и умерла. Ну, кто-то же устроил этот пожар. Этот кто-то твой Максим Рогов. Нет. А у меня здесь материал. Бомба. Ну, Олег, ну какая бомба? Ты просто захотел себе ремонт на халяву сделать. Ну? Что? Вы поним… Я аферу разоблачил, между прочим. Вы понимаете, что эти эко-арт-дизайны… Олег, да пожалуйста… Они жулики. Они жулики. У них десятки тысяч обманутых клиентов по всему городу. Вот, смотри. Главная их рекламная фишка – это… Где это? Экологически чистые материалы. Вот. А на самом деле материалы левые. И не просто левые, а вредные. Вот где Темка, а? Так что ты едешь со мной. Слушай, у тебя же не горит, а у меня речь идет о судьбе человека. У меня не горит? Ага. У меня горит. Еще, еще как горит. Я тут экспертизу заказал. Вот. Вот. Горит. И в результате этого горения, между прочим, образуются высокотоксичные вещества. Я, между прочим, вот эти квартиру свою не пожалел. Да успокойся ты. Они еще сами пожалеют, что с тобой связались. Андрей, немедленно поезжай в суд. Там уже началось заседание. Так, я не понял. Стоп! Образец верни! Ты куда? Стоять! Это мое расследование! Это мой вещдок, а ты никуда не пойдешь! Это согласовано с Бродской! Брэк! Вот именно Брэк. Доброе утро! Ой! Ева Витальевна, ну что же это такое? Ну, мы же с вами все согласовали. Тут появляется эта вот ваша звезда, понимаете, Громова. Я слышала! Я вам сейчас все расскажу. Смотрите. Вот. Ева Витальевна, у меня гениальный план. Я вам сейчас расскажу. Вот. Аня, сначала... Жди. Зачем мы получаем деньги за рекламу? Это раз. Потом сенсационное журналистское расследование? Это два. Потом мы попадаем на них в суд за размещение на наших площадях заведомо неправдивой информации? Это три. И четыре. Ничего заведомо неправдивого мы публиковать не будем. Тихо, ну мы же наведем опровержение. Ева Витальевна, живые деньги. Это наша репутация. Черт. Я так ничего не успею. Я потом все объясню. Да. Сделай так, чтобы у адвоката на столе не было воды. Воды? Ой. Раньше до Сониной болезни Максим совершенно не уделял внимания сыну. Постоянные тренировки, сборы, соревнования. Мальчик фактически рос без отца. Но ведь когда ваша дочь заболела, все изменилось? Ну да. Максим стал больше бывать дома, но это ничего не значит. Я должна была сразу понять, как только он стал настаивать на том, чтобы погулять с сыном. Пожалуйста, изложите события максимально последовательно и точно. В тот день, буквально за полчаса до пожара, я позвонила Соне. А ты откуда знаешь, что я его ищу? Тебе что, Егор звонил? Нет, он не звонил. Но это не важно. Главное свидетельство у него в комнате на столе. Пока. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА У меня машина заглохла. Мне нужна ваша помощь. Я очень тороплюсь. Вы меня слышите? От этого зависит все два человека. У меня машина заглохла. Согласно заключению экспертов, пожар за очень короткое время охватил большую площадь. Анализ следов продуктов сгорания свидетельствует о том, что в комнате специально было разбрызгано легко воспламеняемое вещество. Вот данные обыска в гараже, принадлежащем подсудимому Рогову. Приложение 36. Постановление о производстве обыска. Ваша честь у вас перед глазами. Интерес представляет пункт 28. Банка растворителя Сольвент-15. Производство химкомбината Азотсинтез. Заполненное на треть. Позвольте реплику. Ваша честь. Все это никоим образом не доказывает вину моего подзащитного. Ну, что такое банка растворителя в гараже? У любого автомобилиста такая банка есть в гараже. Смехотворный аргумент на самом деле. У вас будут еще заявления? Мы ждем результатов независимой экспертизы. Ваша честь, разрешите задать несколько вопросов подсудимому? Разрешаю. Подсудимый, вам знакома Сомова Мария Николаевна? Подождите минуту, я сейчас вернусь. Добрый день, Павел Петрович, можно? Аниска, здравствуйте, здравствуйте. Рад видеть. Павел Петрович, мне нужно, чтобы вы срочно сделали еще один анализ. Срочно, срочно. Это фрагмент облицовочной панели. А что конкретно вас интересует? Продукты сгорания. Вы же установили, что Софья Рогова умерла в результате отравления высокотактичными веществами. Подождите, откуда вы? Павел Петрович, мне очень нужно бежать в суд. Пожалуйста, в течение получаса, если успеете, сбросьте мне результаты на почту. Подождите, подождите. Я же вам не рассказывал о результатах экспертизы. Как это вы? Вы мне позвонили? Я. Да? И еще. Посмотрите вот эти часы. Часы? Выглядят как старинные. Но есть подозрение, что подделка. Все, спасибо. Это что, в течение получаса? Нет, это не срочно. До свидания. Это свидетельствует о том, что в случае смерти жены подсудимого, он получает по страховому полису 10 миллионов рублей. Я понял, на что вы намекаетесь. Я не убивал Соню! Не убивал! Подсудимый, вам выносится предупреждение. Ваша честь, я прошу сделать перерыв в заседании. Ну что ж, по просьбе с защитой объявляется перерыв в пять минут. Спасибо. Спасибо, Ларис. Я сейчас сделаю один звоночек и вернусь. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Продолжение следует... Журналистка. Прошу всех занять свои места. Заседание возобновляется. Сторона защиты. Вы хотите сделать заявление? Деньги не могут быть мотивом. Мой подзащитный не затребовал выплату по страховке. Более того... Я предоставляю слово государственному обвинителю. Очевидно, что действия подсудимого полностью подпадают под определение статьи 105 Уголовного кодекса Российской Федерации. Убийство. То есть умышленное причинение смерти другому человеку с отягчающими обстоятельствами по пункту В. Извините, пожалуйста. Вы не могли бы пойти со мной. Дело в том, что я на почту жду очень важное письмо, а оно у меня не грузится. Я хотела бы воспользоваться вашим телефоном, если это возможно. Да, пожалуйста. Пойдемте со мной. Пойдемте скорее. Я выражаю уверенность, что уважаемый суд вынесет подсудимому законный, обоснованный и справедливый, то есть максимально суровый приговор. Таким образом, обвинение просит для подсудимого Рогова Максима Игоревича 1982 года рождения 15 лет заключения в колонии строгого режима. Так нельзя. Подсудимый, это ваше последнее слово? Егор 2002, по-английски E-G-O-A. Да, алло. Анализ готов? Я хочу велицина. Я должен сказать ему, что я невиновен. Чтобы он запомнил. Ты никогда его больше не увидишь. Суд удаляется на совещание. Прошу вас, это встань. Так нельзя. Вы не можете. Я поняла. От любой искры. Спасибо. Почта пришла. Прошу. Вы не имеете права. Успокойся. Я должен везти. Максим Игоревич. Анна Сергеевна Громова. Представитель газеты «24 часа», которая вела параллельно журналистское расследование по делу моего подзащитного. Анна Сергеевна, расскажите, пожалуйста, каковы результаты независимой экспертизы? Спасибо. Но я сначала хотела бы задать вопрос госпоже Филатовой. Меня интересует, какая фирма делала ремонт в квартире ее дочери. Протестую. Свидетель не имеет права задавать вопросы в суде. Протест принят. Свидетница, уважайте суд. Ваша честь, я прошу запротоколировать вопрос госпоже Филатовой, как исходящий со стороны защиты. Принято. Ответьте, пожалуйста, на поставленный вопрос. Ну, я не помню, как она называлась. Какой-то там дизайн. По-моему, эко-арт-дизайн. Но какое это имеет значение? Максим, вы курите? Госпожа Громова, свидетница, уважайте суд. Ваша честь, можно задать вопрос подзащитного? Да. Спасибо. Вы курите? Я нет. Спросите про жену. А жена ваша курила? Соня, нет. Давно не курила. Бросила, когда забеременела. Мы услышим от свидетельницы Громовой, что-либо по существу дело. Анна Сергеевна, так каковы же результаты вашего журналистского расследования? Софья Рогова умерла в результате отравления продуктами сгорания пластика. Из которого были изготовлены панели в ее квартире фирмой эко-арт-дизайн. Это легко воспламеняющийся материал, который загорается от искры и даже от горячего пепла. Вот здесь результаты экспертизы. Ваша честь, разрешите приобщить к делу результаты независимой экспертизы. Накануне пожара я была у Сони, она увидела у меня пачку сигарет дамские с ментолом. Как она раньше любила. Я не могла ей отказать. Вить! Папа! Папа! Витька! Беги сюда! Папа! Ты где была? Гулял. Гулял. Ну что? Максим невиновен. Вы же не знали, вы не могли узнать. Спасибо большое. Здорово покатались. Не за что. Поехали посмотрим, что там с вашей машиной. А, с машиной. Да, там все в порядке. Ну, такое уже бывало. Она неожиданно глохнет, потом заводится и едет, как ни в чем не было. Да и вообще нечего вам делать на этом мосту. Вижу, у вас есть кому подвезти. Тогда счастливо. Счастливо. Спасибо еще раз. Вы помогли спасти хорошего человека. Ради этого стоит жить. Пока. Здорово, что все хорошо разрешилось. Правда? Да, ты молодец. Не хочешь объяснить мне, что за суета была вокруг графина с водой? Нет. Сначала ты объясни. Это что, было так сложно выполнить мою просьбу? Слушай, я ее выполнил. Я выпил полу графина. А твой адвокат тоже попить любит. Потребовала еще. И все же. Лошадью ходи. Лошадью ходи. Лошадью ходи. Дедлайн. Пятнадцать минут. А я уже отдал редактору. Все, звезда наша копается. Нет дедлайна совершенства. Анна. Хорошая работа. Варвара. Отнесите в редактору. Ева Витальевна. Готовлю расследование для следующего номера. Смертельный дизайн. Будет бомба. Дедлайн. Пятнадцать минут. Пятнадцать минут. Алло. Да, Пал Петрович, я слушаю. Анечка, добрый вечер. Я не поздно. Так вот, эти часы действительно старинные, но не очень дорогие. Такими часами в начале двадцатого века было наводнено пол Европы. То есть, ничего особенного? Обычные часы? Спасибо. Ничего особенного. Обычные часы. Но все происходящее со мной было совершенно необычно. Тогда я решила найти старика-часовщика. Ведь именно со встречи с ним все началось. И мне оставалось надеяться, что у него найдутся ответы на мои бесчисленные вопросы. Мы должны найти старика-часовщика. Игорь. Продолжение следует...